Доброго времени суток, друзья! С вами по-прежнему Брейд. Мы проходим Uncharted 3. Иллюзии Дрейка. Так, ну что, побежали. Побежали, как вы видите, наши герои живы, всё хорошо. И оказалось, что тот брутальный лысый дядя — это один из нас. То есть, проще говоря, наш человек. Мы это всё спланировали, подстроили, чтобы та плохая тётенька думала, что нас убили. И это, наверное, круто. Да, это чертовски круто. Стойте, можно обойти. Так, хорошо. И, конечно же, всю грязную работу будет делать Дрейк. Так, щиток, как мы это дело обойдём? Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот тут можно пройти, наверное, да? Нет? А, стоп. Тут же всё просто. Надо просто вот так вот запрыгнуть. Ну да, ну да. Или надо попробовать... О, а это идея. Я чё-то немножко не понял этого момента. Правда, зачем надо было... Стена высокая, ну и хуй с ней, как говорится. Давайте подвинем вот это. Давай, перелезай. Фух. Зачем надо было просить Дрейка куда-то лезть, если можно было попросить старого Стэтхэма? Он бы всё тут выбил. Что у нас тут ещё есть? Давайте посмотрим какие-то. Хрени, генератор. Его, скорее всего, можно двигать, да? А в второй части мы двигали повозки. В этой части можно двигать портативный генератор. Ну, по крайней мере, похоже. Так, ублюдки нам не помогают. Ублюдки. Всё Дрейку приходится делать. Давай, давай, толкай, толкай, толкай. Я понимаю, что это тяжело. Ну, шевелись. Ну, что же ты, мать твою, поделаешь? Очень странно. Как-то перегорожены улицы. Просто проезжая часть, смотрите, загорожена вот этим keep out. Я не знаю, нормально, наверное. Похоже, путь свободен. Ты с головой поосторожнее, Ту. О, Хлоя. Привет, парни. Здравствуй, милая. Прямиком из преисподней. О, ты бы видела, Хлоя. Всё прошло идеально. Что примолк, на тебя не похоже. Ну, скажем, Чарли перестарался сам. Началось. Аж голова гудит. Да брось ты. Ничего, голова – это кость. Похоже, я много пропустила. Да, разыгралась такая драма. Как смешно. Проблемы были? Нет, никаких. Тебя точно не заметили? Да точно. Ну, где наша старушка-веселушка? Вон там, видишь, дверь зелёную. Машина въехала туда давно, и с тех пор тишина. Они ещё там? Ну, я всё это время наблюдала. Пока никто не выходил. Хм, а это необходимо? Вряд ли они нас ждут. Ты их недооцениваешь, а зря. Да мы только глянем одним глазком, по-тихому. Да, конечно. Но если что, стреляй, а уж потом разбирайся. Так, ну что? У меня было страшно. И уйти. Да, у тебя на лице всё написано. Поверь мне, наша цель куда круче. В моём возрасте лучше синица в руках. Фу. Я не говорил? Да ладно. Ну, я надеюсь, ты не ошибся. Хочу заметить интересный момент, что Хлоя именно в третьей части выглядит как Хлоя, как нормальная, привлекательная, сексапильная девушка. Потому что во второй её наркоманские поросячьи глазки, которые светились как-то неестественно, как будто она по накурке всегда была. Меня пугало её выражение лица и её глаза. А в этой части они всё грамотно доработали, и теперь она, по крайней мере, на человека похожа, неупоротая. Я проберусь внутрь. Вы ждите здесь. Есть? Есть, сэр. Ну, давай, Дрейк, давай. Трубы ждут её-то. Трубы горят. Конечно же, позаботиться о том, чтобы сразу это всё распланировать не нахер надо. Просто... Блядь, блядь, держись. Хитрёный. Да, ты уж прости. Да. Ту-ту-ту. Как можно забавно делать. Так, вот сюда. И я так понимаю, это дело... Что-то мне показалось, что эти цепи можно было как-то попробовать прострелить. Но нихерашечки. Нихерашечки. Задники очень кстати хорошие и красивые. Что-то я там Биг Бена не заметил. Надо поискать, есть? Голуби, нахер. Ммм, что это тут? Как-то не очень хорошо. Ладно. Не будем заставлять наших друзей ждать. Давайте поищем тогда вариант того, как нам спуститься. Вот здесь. То есть, что нужно сделать? Наша текущая цель попробовать открыть эти ворота, но прежде пробраться внутрь. Давай туда. Давай, давай, давай. Апа-па-па-па-па-па. Тойлет. Тойлет, наверное, хотели написать. Или по-русски говоря, сральник. Ну ладно, нам туда пока не надо. Кирпичей вроде бы в этой игре откладывать. Тоже пока не предвидится. Хотя я бы какую-нибудь мертвичинку добавил бы сюда. Как было бы, например, в Индиане Джонс, да? Что-то такое. Так, ну внутри. Чертовски темно. Охерень какая. Так, у нас есть пистолет, но пока что использовать его нельзя. Кстати, в костюмах очень прикольно вообще бегать. Чем-то мне напоминает сейчас Дрейк Клуни, Джорджи Клуни. И его один из друзей ужина. Что-то такое вот навеяло. Так, давайте смотреть. Значит, что мы делаем? Надо попробовать в самый низ, да? Вон эти ворота. Это дело можно как-то открыть. Но прежде, прежде. Надо попробовать спуститься. Падай! О, хорошо. Быстро смекнул. Очко не жим-жим. Это очень радует. Там ништяк какой-то лежит. Сейчас заберем. Ненужную хрень, которую в принципе, в принципе. Нигде не потратить. Хотя мне писали комменты, я помню, еще в группе, касательно второй части, что можно было тратить и продавать эти найденные сокрови. А-а-а! Как это было, бля, типично. Как он классно упал. Ладно, давайте попробуем еще разочек. О, видите, как сразу. Так, давай. Идем за лутом. Там есть... А, уже лута нету. Вопрос в следующем. Как нам теперь отсюда... А, на трубу, наверное, да? Давай? Нет? А было бы, кстати, очень умно. На трубу-то. Так, что-то я пока не вижу, как нам тут грамотно спуститься. Но мне кажется, ребят, что надо на ту сторону. Там тоже что-то интересное есть. Так, тут мы все забрали. Ладно. Так, спускайся. Давай-ка посмотрим, чего у нас тут есть. Может, попробовать вот как-то здесь? А-а. А если я упаду, я просто помру. Я что-то не вижу. Куда тут можно спрыгнуть, чтобы Дрейк... А, вижу, 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 вижу. Подожди. Так, броняш. Давай. Не тупим. Отсюда. А тут у нас что? А тут тоже можно пройти. Вон там как раз есть такие салазочки, по-моему, по которым вполне себе можно попробовать. И вот тут можно спуститься. Да, давай. Опа. Все. Спустились. Так, хорошо. Довольно большой ангар. То есть, если это ангар, конечно. Потому что, по-моему, гаражей... А может, и бывают. Может, какая-то ремонтная мастерская была. А может быть. Так, ладно. Давайте откроем нашим ребятам дверь. А прежде смотрите, как пила блестит. Я что-то подумал, ее взять можно. Какие-то ключи огромные. Твою мать. Ну? Дрейк. What the problem, baby? Ну, что не открываешь-то? Надо... Ага. Я что-то подумал, может, как-то дверь попробуется открыть. Помогите. А-а-а! Помогайте! Вот. Не палимся ни разу. Просто свет так ярко светит. Лампа. Ширины тут нет. Вы ее видите? Не понимаю. Черт. Не тот гараж? Нет. Зеленая дверь. Тот самый. Эй, ты. Мы теряем время. Этот чертов кейс нравится мне все больше. Но не могли же они раствориться в воздухе. Должно быть объяснение. Надо просто его найти. Так. Давайте думать. Значит, есть ли сюда... Заехал автомобиль. Надо посмотреть, что. Следы. От колес. Давайте посмотрим. Значит, она ехала вот так. Повернула вот сюда. Да, 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 да. Следы шин. Все еще мокрые. Здесь машина свернула. Так, получается, что? Что машина гребаный полтергейст, и она проехала, получается, как призрак в стену. А, значит, какой-то потайной ход, наверное, есть, да? По идее-то, по логике. Так, тихо. Что-то было. Что-то геймпад начал вибрировать. Смотрите. Какая-то странная стена, на самом-то деле. Может быть, это как-то... Ох, какая кень! Сички! Ладно. Не будем смотреть. Блин. О, что-то завибрировало опять. Нажимная плита. Посмотрите. Угу. Так. Ага. Смотрите, вот здесь можно встать. А, получается, четыре плиты, да? Хм, какой-то механизм. Может быть. Четыре колеса, четыре кнопки. Салли, встань вон там. Вы двое. Встаньте сюда. Хм. А, что-то пока ничего не происходит. Раз, два, три. Так, на счет три прыгаем. А-па! Хуенчик. Должно же сработать. Нажмите, чтобы включить режим осмотра, используйте. Так, давайте опять же думать. Значит, получается, что надо это одновременно все сделать. Да? То есть мы пытались прыгнуть, но, скорее всего, веса каждого из нас не хватает. Машина же несколько тонн весит так-то. И при наезде надо учитывать этот вес. А то, что мы прыгнули, это до одного места. Смотрите, как интересно. Я свечу им глаза, а они закрывают лица. Не полись, сучка. Так, хорошо. Что мы делаем? Значит, смотрите окрестности. Если автомобиль здесь остановился, то логично, наверное, осмотреть стены в поисках каких-то рычагов. Ого, что-то такое. Что там такое? Там какие-то хрени. Они реагируют, видимо, на фары от автомобиля, я так понял, да? А может быть нет? Скорее всего, да. Светоди... Как они называются так? Светочувствительные датчики какие-то, да? Вот за это, в принципе, можно уже любить Анчарна. За то, что ты не знаешь, куда ты идешь. А ты не знаешь, что будет дальше. Хотя, в принципе, большинство моментов в сюжете можно предугадать как-то, да? Они довольно предсказуемы бывают. Но вот эти моменты я люблю в играх. То, что ты идешь, ты не знаешь, что там тебя ждет. Может, там какие-то бабайки вылезут. Умник. Они пробились к старой системе тоннелей. Как-то они там пятятся друг за дружкой. Старая система тоннелей, да? Какая-то шахта. Гномов, блядь, не хватает, которые бы руду добывали в шахте. Но выглядит очень достойно. Я опять же напоминаю, что игра 2011 года выпуска. И в графическом плане она... О, блядь, крыса. Хуяшечки можно будет потом зажарить. Ну что, в метро люди жрали крыс? Это тупик. Это конец, Дрейк. Это конец мыльного кинца. Так, давай сюда. Заперто. О, братка. Да, я и так знаю, что делать. Папку это самое уже научили во второй части, что делать. Сейчас прицелимся в замочек. И хуй. Все, замочка нет. Китайский дешевый замок. Лишет потреб чертов, а. Открывайся. Так, ребятки, что мы видим? Мы попадаем... Блядь, там высокое напряжение, да? Магдуф? Веди. Да что ж такое? Что? У Шекспира. Магдуф, начнем. Во тьме ночной пресвете дня в анчарты 3 играю я, да? Так. А вот третьему нашему герою явно не нравятся подобные узкие помещения. Мы уже видели это. И стой на месте. Угу. Блин, харинова. Что за магдуф? Есть ли предел твоему невежеству? Так. Что тут еще есть? Знаете, чего не хватает для общего антуража этой картины? Трупов каких-нибудь. Скелетиков. Вот как было в метро Last Light или метро 2033. Стрим. Парочку. Блин, доски тихо. Ух ты. Что они здесь? Мать. А как они нас спалили-то? Какого хрена? А почему нас спалили? Я не понял. А, наверное, доски, за которыми я стоял. Видимо, одна упала. И, естественно, у них очко. Жим-жим. Перезаряжайся. И нас как бы вычислили. Блин. Тихо. Вот так, а? Падай хуй. Их там их много. Ну, блядки. У меня теперь есть Defender с глушителем. Это реально. Большое спасибо Хлой за то, что подогнала такие хорошие пистончики. Так. Пикали. Да, как в детстве. Да, пикали. Так. Defender 45-го калибра. Нахер он нам нужен сейчас без глушителя? Если у нас такая тихая миссия пробраться за этой мадам. Так. Туннель прямо под нами. Мы на верном пути. Ууу. Ракурс хороший, да? Камера грамотно полетает. Бля. Ящик. Там никого не было? Потому что я знаю, если там ублюдки внизу стояли, они подумают, что тут вторжение самое настоящее. Теперь самое интересное. Как с помощью вот этого просто строения труб, как нам туда вообще пробраться? Огромное, блядь, нагромождение этих труб. Давайте попробуем просто. Просто и со вкусом. Умрем, не умрем. Сейчас попробуем. Ну, по идее, не должны. Да, точно. Там, тем более, вода. Она должна как бы смягчать наше падение. Более-менее. Фух, неудивительно, что это все очень ржавое. Возможно, даже не функционирует. Хотя электричество есть. Уже радует. Так, лестница обвалилась. Назад, ребятки, мы уже тем путем, получается, не вернемся. Ох. Долго падать придется. Что это такое? Ху-ху. Ребята, мы с вами попали, походу. Но спасает тот факт, что, смотрите, во-первых, течет вода. Во-первых, там мокро. То есть, руки, по идее, если бы игра была реалистичной, мы могли бы соскользить просто-напросто. Как было, например, в I'm Life. Давайте попробуй, Дрейк. Вот, отлично. Вот, чем я любил I'm Life. Она, конечно, сложная была, но и интересная. То есть, надо было думать, куда тебе прыгать. А стоит ли тебе тратить время, чтобы прыгать, например, за какими-то патронами или, может, за какими-то вещами? Или, может быть, тебе потратить свою выносливость на что-то другое? Так, давай пониже. Так, ну, визуально, визуально. Все довольно понятно. Ну, там сокровище лежит. Давайте возьмем. Осторожно, скользко. Осторожно. Взяли какой-то обруч. Нахер тебе обруч, блядь, Дрейк. Чертов фетишист, давай. Так, падай. 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 О, чудесно. Так, смотрите, как красиво, да? Вода стекает. Как бы это все заржавело. Уже такой эффект приятный для глаза. То есть, видно, что в эксклюзивы реально вкладывают душу и пытаются выжимать из консольки все, что можно. Ну, не выжимать, а, по крайней мере, делать все, что в их силах. Бля, воняет. Понял. Так, надо ждать. Угу. Что-то пока не видно. А вот они. Видно. Ладно, по твоей команде. Тихо. Ну, более-менее скрытно. Более-менее нормально. Конечно, это не Сэм Фишер. Это у нас не Хитман, который бы сделал это очень красиво. Очень быстро, лаконично. Нет, это, ребятки, больше по сокровищам, больше по приключениям, чем по стрельбе. Хотя, за вторую часть мы убили очень много людей. И Лазаревич в конце об этом говорил. Сколько, Дрейк, ты убил? Посчитай за этот день. Так, тут у нас лестница. Только она застряла. Ага. Попробую высвободить. Ладно. Самый молодой, видимо, я здесь. Хорошо. Давай попробуем. Давай попробуем. Она, по идее, должна упасть. Ну, по крайней мере, вторая ее половина. Должна. Поберегись. Угу. Отлично. Вот. Все полезли, полезли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как они, интересно, посмотрели. Так, что такое? Какие-то кабеля. Смотрите, сколько кабеля, да? Были бы тут бомжи, спиздили бы сразу весь кабель. Есть, которые тырят. Даже крышки от канализационных техлюков. Кабеля. А, то есть, есть вандалы, которые просто режут, которые воруют, потом сдают. Крыска. Хрен. Бля, я хотел ее только пристрелить. Жуадер гребаный. Так. Наверху какие-то двери. Ну, давай посмотрим. Наверху какие-то двери. Что ж там делают эти двери? Так. А вот здесь начинается самое интересное. На данном этапе это что-то типа лабиринта. Но я думаю, пройти это дело особого труда не составляет. Ни на каком уровне сложности. Потому что из-за удобной камеры все это видно. Куда прыгать? Что делать? Так. Вот рычаг. Давай. Вы знаете, как-то более адаптивное управление. Как-то игра более лояльна к игроку. Вот именно в третьей части. Готов? Что мне нравится. Может быть из-за того, что я привык уже пройдя вторую, мне привычно играть третью. Если бы я сначала купил, например, приставку, играл бы в третью Uncharted. Так, Uncharted. Было бы, наверное, непривычно привыкать к этой местной механике. Что как делать. Бля, вот там сокровище было. Терьмо чертовое. Что мы можем сделать? Давайте пойдем вернемся или не будем. Нахрен с ним, в принципе. Нам это особо ничего не дает. Но вот, что это там? Я не знаю, что это. Лампа какая-то, наверное, хреновая. Ну, вы видели. Оно там есть. Да пропусти меня. Я застреваю в нем. Это чудесно. Чудесно. Вторая часть, она просто была напичкана багами. А в первой или даже во второй серии, скорее во второй, я вам показал момент, где я провалился сквозь текстуры. Прямо в игре я провалился сквозь гребаные текстуры. Так, можно попробовать спуститься тут. Можно попробовать пройти вот здесь. Черт, это тупик. Это чертовски красивый тупик. Опять же, смотрите, сколько кабеля пропадает. Эх, бомжары бы все стырили, если бы могли так лазить, как Дрейк. Но, к сожалению, они так не умеют. Так, давай попрыгнем. Поп-поп-поп-поп. И куда мы теперь идем? Куда мы идем? Такое ощущение, что я сейчас одену противогаз, и на меня попрут щелкуны. Когда я вижу такое вот сияние светлого разума. Там мне почему-то реально кажется, что сейчас какая-то тварь появится. С кем мы тут связались? Так. Заметьте, что мы все глубже и глубже идем под землю. Лондонская подземка. Встречаем. Так, что у нас тут? Да. На самом деле оно ржавеет. Но, вы знаете, как-то оно более все так нормально еще выглядит. Тут даже, будь ты подростком, наверное, было бы классно, да? Так вот полазить. Прятки, конечно, не поиграешь, наверное. Потому что опасно. Никак не сдвинуть. Это вряд ли. Блин, никак не сдвинуть. Что же нам делать-то, епта? Стойте. Вон противовес. Он застрял. Херово. И, конечно же, блядь, я полезу это все дело чинить. Взяли, постебались над Дрейком. Нормально, епта. Отличная команда. Подъебнули. И теперь надо идти это дело все осматривать. Наша цель, значит, добраться туда, да? Там кобеля, походу, мешают. Или что там? Оно, может, заржавело. Хрен его знает, блядь. Отдай, чистрикашка. Мне надо взобраться. Мне надо взобраться. Тут как раз... Почему нельзя было сделать так же во второй части? Видите? Места, куда я могу карабкаться, они четко видны. То есть границы их прочерчены. Обычно это либо белый, либо желтый цвет. Это реально удобно. Реально удобно. Реально классно. Вообще игрушка нравится. Я не знаю, что нас ждет впереди. Насколько тут злоебучие загадки будут. Но в принципе, в принципе, если вы так же отталкиваться от того, что решение можно прочитать или посмотреть в дневнике, это будет просто. Это будет довольно незаурядно. То есть все проходимо. Не страшно. Это не Гату Вор. Тут такой хрень вряд ли мы встретим. Так, вот он. Видите, там что-то мешает, да? Кабель, походу. Труба или что-то кабель? Понимаю, оплетка. Сработает. Вот так. Да, да, не спеши. Спешка хороша при ловле блох. Порядок. Как я уже говорил. Так, давай, давай. Вот. Ну, конечно же, мы с вами не будем спускаться. Мы пойдем, как настоящие искатели приключений, пойдем поверху. Сейчас, ребятки, я вспомнил... Блин. Какого хрена? Поднимайся. Я вспомнил Бэтмена, который тоже так же любил. Помните, у него был этот... Что это за место? Бэтаранг, бэтакоготь. Мог зацепиться за горгулей и аккуратненько выносить охранника. Бля, там какие-то проблемы. Какого хрена? Трейк, а можно стрелять? О, можно. Два охранника. Две пули. Хули нам пули. Так. Подождите, а... Бля. Смотрите, они сами... А, без нашей... Я уже как бы пытался целиться. Я нежно массировал грибочек, пытался целиться. Если вы понимаете, о чем я. Так. Нежный грибочек. Мы специально сделали для вас удобные грибы. Так, нажмите, чтобы знали... Налезть наверх. Налезть наверх это... Я даже не знаю. Это не играй ночью. Не играй ночью, спи ночью, твою мать. Не-е-е, самое время для Uncharted. Так, все. Теперь никаких кошек. Мы с вами попали... Таки, в подземку. Вон эта машина, смотрите, она стоит. Машина Марлоу. Теперь, по крайней мере, мы знаем, как зовут эту ведьму. Ее зовут Марлоу. Ой, хорошо, что они выдерживают вес Дрейка. Хорошо, что он такой слащавенький, дрызщик. Так, тихо. Давай вот так. И эти огромные старые люстры более-менее нормально. Это все дело держит. Хотя, посмотрите, огромное помещение. Тут такое эхо должно стоять. Даже если крыса где-то пернет, это все будет слышно. Но... А то, что мы тут ходим, то, что скрипят огромные люстры. Если Дрейк килограмм... Ну, 70, допустим, весит, да? Это все-таки вес, как-никак. И чувствуется. Скрип. Скрежет. Это что, не Кингс Кросс? О, у нас, кажется, проблемс. Так, чего, надо вырубить по-тихому, да? Пистолет недоступен. Я не могу пока использовать. Чтобы тихо атаковать противников, незаметно подградитесь и нажмите квадрат. Хорошо. Отлично, друг. Полежи в этой луже собственного дерьма. Мы пока пойдем дальше. Так, вы знаете, тут чертовски красиво. Так, вот если посмотреть, очень добротненько. Старая заброшенная станция. Глубоко под землей. Почему-то, да? На удивление. Посмотрите, какие вагоны. Посмотрите, какой сам этот поезд, да? Локомотив, ёпта. Обалденно сделано. У меня когда-то в детстве такой игрушечный был. Туда капельку масла капаешь в трубу. И оттуда потом дым шел. Это было круто. До сих пор где-то есть. Надо поискать на тресольках. Подарки из детства. Вот это были игрушки. Это было классно. Не то, что, блядь, айфоны, хуёны. Или какие-то там киборги. Не, вот паровозик, ёпта. Паровозик Брейна дыр-дыр-дыр. Латушки. И тем самым, пока я вам рассказывал воспоминания своего детства, я напрочь прослушал, что нам надо делать. Нетрудно догадаться, что надо искать, видимо, куда пошла сама Марлоу. И что нас ждёт дальше. Так, пистолетом пользоваться пока нельзя. Давайте поглядим, чего у нас тут. Локация большая. Тут есть где разгуляться. Смотрите, какой рыцарь-то, а. Обалдеть. Так, нам сюда? А, подожди, стоп. По-моему, мы оттуда пришли, нет? Что-то такое чувство. Нет, не оттуда. Так, ребятки, нам явно не сюда. Давайте поищем. Что нам тут вообще надо? То есть, тут явно кто-то что-то пытался искать. Вот эти прожектора, которые направлены на стены, явно же расставлены уже людьми совсем недавно. Так, значит, что? А, вон машина, да. Я не туда пошёл. Пардон. Ну, было интересно посмотреть, тем не менее. Вот эта тачка. Похоже. Похоже. Хотел сказать, что похоже на Майбах. Но Майбах выглядит шикарней, по-моему. Подороже. Представительней даже. И это даже не Мерс, хотя колё... Так, подождите. Это Ягуар, наверное, да? Судя по фарам и решётке, это, скорее всего, Ягуар. Ягуар. Это не тот Ягуар, который ебашит школьники. Или быдло. Это Ягуар, это хорошая спортивная тачка. Ну, в данном случае не спортивная, а представительная, судя по всему. Так. Интересно. Вообще, мне нравится всякая вот такая вот фиговина. Это что, сиськи у неё? Бля, неужели? Смотри, какие сисечки. Это внизу, вон, где как бы шея идёт, да, и ножки. Это жесть, конечно. Хоть что-то в этой игре радует. Так. Это они сюда проехали. Взорвали стену. Ложи их тихо. Интересно. Так, надо уложить их по-тихому. Давай, давай, по-тихому, блядь. Ох, поломали мы с тобой этих агентов. А он, знаете, похож на человека-жилейку, который был в Дэдспейсе. Что-то такое есть определённое. Они прошли здесь. Что-то они... Ух ты. И мы с вами вышли в более-менее цивильное уже помещение. Не такое засранное. Не такое старое. И на стенах у нас какие-то, видимо, орудия пыток, что ли. Какие-то крюки. Копья. Что это? Я не знаю. Я не разбираюсь в этом деле. Ну, так, по виду довольно угрожающие, в принципе, вещи. Цепи. Так. Наверх. Тихо, Нейт. Да мы не так особо стараемся не шуметь, так что... А вот такие вот делишки-то, смотрите. Очень неплохо. Я думаю, что Нейтану, как ценителю подобных вещей, явно привлекло что-то его взор, да? Что-то тут должно быть. Какие-то старые трофеи, находки, реликвии. Боже, милостивый. Кто они такие? Не желаю слышать отговорки. Ты должен был знать, что он выкинет. Это досадный промах, но... Нет, не промах. Глупость. И эта глупость могла дорого нам обойтись. Четыре века поисков. Наконец-то. Тайна Дрейка будет раскрыта. Она даже вставить его не может, потому что это ссаная подделка. Я не понимаю. Это подделка. Что? Да-да-да. Не может быть. Я сам проверял. Его подменили. Да ну? Я держал его в руках. Он надел на шею. Я глаз не спускал. Нас надули. Катер. Ага. Вы стерегите глядеть в оба. Нас могли выследить. Вы за нами. Найдите и принесите мне кольцо. Да. Смышленая ведьма, хочу вам сказать. Такая на уме себе барышня. Так, ну что? Что мы будем делать? Надо как-то выкрасть этот механизм, чтобы можно было использовать колечко наше фамильное. А делать это, скорее всего, ребятки, мы будем уже в следующей серии, чтобы как-то держать интрижку. Чтобы выпрыгнуть из-за укрытия... Тихо, тихо. Не надо пока никуда выпрыгивать, Дрейк. Подожди до следующей серии. Пусть люди отдохнут. Я тоже. Продолжим наши приключения. В следующий раз уже все, ребятки. Всем хорошего настроения. Пока-пока.